Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова, который сегодня встретился лицом к лицу с Криштиану Роналду и его Ювентусом. Ну и в результате команда Шамуродова Дженуа проиграла со счетом 1-3. Ну и давайте разберемся, как Эльдор провел эту встречу, насколько он был полезен, и как вообще действовала команда Дженуа в этой встрече против Ювентуса. Сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро BestCapper. Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей BestCapper. Проходите по ссылке в описании. Итак, первое, что нужно отметить, на этот раз Шамуродов не попал в стартовый состав. Здесь, на старе атаки у Дженуа вышла связка Скамаки и Пьяци. Ну, касательно Скамаки, очевидно, акцент был на его атлетизм, на его сумасшедший рост, очень мощный нападающий, который пригодится на стандартах и при силовой игре, которая, по сути, была главным и чуть ли не единственным шансом для Дженуа забить мяч Ювентусу. При этом в паре с ним мог повидеться Шамуродов, как было в предыдущих матчах, но сделали ставку на пьяцу. Во-первых, этот парень достаточно часто забивает в этом сезоне и в прошлом, то и забил. Ну и, во-вторых, он арендован у Ювентуса. И в матче против туринского клуба ему, что называется, есть что доказывать. И в результате это сочетание появилось с первых минут и вышло против вот этого грозного коллектива. Если говорить о встрече, то здесь, конечно же, полное доминирование Ювентуса во всех основных показателях. В несколько раз больше ударов, значительный перевес в проценте контроля на стороне туринцев, и встреча проходила в ожидаемом темпе. Дженуа отбивается, Ювентус наседает. И какое-то время, в принципе, Дженуа все-таки держался. На тот момент, когда Шамародов появился на поле, счет был 1-1, что, несомненно, можно считать успехом для генуэзского коллектива. Ну и хотелось бы отметить, что здесь, в атаке, Дженуа был не идеален, но все-таки свой гол забил. И, в принципе, более-менее обозначал какое-то давление на оборону туринцев, которые сейчас, в отсутствии некоторых важных исполнителей, все-таки далека от идеального состояния. Ну и Шамародов появился на исходе часа игры вместо пьяцы. Хотелось бы отметить, что Дженуа потихонечку освежал нападение. Сперва появился Дестро вместо Скамаки, ну а потом Шамародов вместо пьяцы. Таким образом, команда полностью поменяла линию атаки. Ну а чуть позже вообще появился Пандев. Но это было уже в той ситуации, когда нужно было отыгрываться, и когда счет был уже не ничейный. Касательно Шамародова хотелось бы отметить, что он провел очень продуктивный отрезок в концовке матча. По оценке, которую дал сайт Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, Шамародов имел один из самых высоких баллов там только у четверых. Футболистов Дженуа, принявших участие в этой встрече, включая и игроков стартов, составы запасных, так вот здесь только у четверых было выше по статистической эффективности оценка. Ну и хотелось бы отметить, что у Шамародова, в принципе, есть полезные действия. Он выиграл два верховых единоборства, сделал два отбора и один перехват, то есть очень старательно работал в защите. Однажды, кстати, чуть не перестарался в этом плане и мог получить желтую за удар локтем, но вроде как обошлось, арбитр пожарел узбекского форварда. Но это что касается обороны. Здесь, в принципе, все нормально, все успешно. А вот что касается атаки, здесь, к сожалению, Эльдор, ну не то чтобы не доработал, но все-таки нужно понимать, что против Ювентуса в основном Дженуа играл от обороны, и, конечно же, это сказывалось на действиях и Эльдора тоже. В результате у него всего четыре передачи за практически полчаса игры. Три из них, правда, успешные, но на обострение особо действовать ему не удавалось, потому что Ювентус к тому моменту уже полностью перехватил инициативу, и в концовке встречи забивали только туринцы два мяча Криштиану с 11-метровых. Ну и, к сожалению, следует признать, что уровень соперников просто несоизмерим, поэтому, конечно, Шумуродову было тяжело, хотя, повторяю, в плане защиты он старался и пытался помогать своей команде как мог. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий, только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!